В феврале 1937 года Артём Весёлый познакомился с тонким писателем и умнейшим человеком Константином Паустовским. В конце октября пришёл к Паустовскому в гости и принёс ему в подарок свою новую книгу. При встрече был мрачен, сказал, что ждёт ареста. Паустовский оставлял его ночевать, но Артём отказался. Это была их последняя встреча. Это было летом. Летом? Летом. Можешь спорить. Спорить? Спорить? Лень. В городе восторженных поэтов доцветала поздняя сирень. Будущий писатель Артём Весёлый родился в сентябре 1899 года. Вот на этой самой улице бывшей Уральской, а сегодня это улица братьев Коростелёвых. Летом он работал в рыбацких артелях, грузчиком, а зимами учился в городском училище. За несколько месяцев до февральской революции вступил на работу на трубочный завод, где вступил в РСДРП-Б. А в октябре 1917 года записался в отряд Красной гвардии, сформированный на том же самом трубочном заводе. В мае 1918 года, когда Самара была объявлена на осадном положении, юноша не остался в стороне. Записался в отряд Красной гвардии и принял участие в бои под Лепегами, где был ранен, с трудом добрался до Самары. Сначала прятался, а потом уехал с Саратов, куда эвакуировался самарский гупревком. В октябре 1918 года большевики снова взяли власть в Самаре в свои руки. Но жить в родном городе на этот раз будущему писателю пришлось совсем недолго, потому что в декабре этого же года он был командирован в Меликес с заданием наладить там выпуск газеты. При этом будущий писатель получил шапку, валенки и новый полушубок. Но был предупрежден, что по окончании командировки он должен будет все это вернуть. Снаряженный таким образом молодой коммунист поехал в Меликес организовывать газетное дело. А уже 29 декабря 1918 года вышел первый номер Меликесской газеты «Знамя коммунизма». Потом было еще много разного. Агитационный поезд «Красный казак», служба матросам Черноморского флота, газета «Гудок», литературная группа «Молодая гвардия». Осенью 22-го Артем Веселый подал заявление в Литературно-художественный институт имени Брюсова. Но на вступительных экзаменах не сумел решить задачу по математике. Узнав об этом, ректор сказал, ну что ж, писатель Артем Веселый сможет хорошо писать и без математики. Заря, распустив сияющие крылья, взлетела над темной степью. Проблески зари заиграли в просторах ликующего неба. Раступились сторожевые курганы. На степь выкатилось, налитая золотым жаром, тяжелое солнце. И зеленое раздолье дрогнуло в сверкании птичьих высвистов. Степь, весна, ветер. По большому шляху, что пролег между Доном и Волгой, на горбоносых ногайских конях легким наметом бежала казачья ваташка голов в полста. А те-то казаки были небогато, как всегда одевались, отправляясь в дальние походы. За плечами кое у кого еще болтались луки, но у многих были уже и ружья, кое в ту давнюю пору являлись собой диковину на всю знаемую Азию и на все дикое поле. Ехали молча. Вот предела ночная мгла, степь озалило росою, как дымом. В лоб потянуло свежим ветром. Ермак привстал на стременах и, раздувая широкие ноздри горбатого носа, сказал «Но, якор, мар, Волга». Еще ни с одной груди вырвалось, подобное могучему вздоху, слово «Волга». День разыгрывался, степь играла хороша прихороша. Ехали долом, ехали увалом, ехали, как плыли. Трава стояла густа да высока, у коней и голов не было видать. В небе, едва шевеля крылом, кружил орел. За дальним курганом, подобен тени, промелькнул отбившийся от стада олень. Куземка злычой, гикая, припустил был за ним, но вернулся. «Ну как, куземка, не догнал?» Окликнул его чернобородый казак, похожий обликом на турка. «Коня пожалел, Ермак Тимофеевич», – ответил злычой и потрепал коня по запотелой шее. «Гуторь мне еще! Не проворен ты, малый, как я погляжу! Прямо промах, парень!» «Это я-то не проворен!» «Ты-то!» Был Ермак не молод и не стар, в самом соку чернобородый, мастью черен, будто смоле вываренный. Здоров, как жеребец, ржал так, что конь под ним садился, а из хвоста ватаге отзывалась на его ржание кобыла-победка. Сверкали в ответ на его смех и зубы казаков. Угадав в голосах насмешку, Куземка замолчал и на все упросы товарищей отмалчивался. Ботыжничать он любил ночью у костра при блеске звезд, а так-то был не словоохотлив. Летом 1935 года Артем Веселый с дочерьми Гайрой и Фантой совершил путешествие по Волге. Путешествие длилось три месяца. Плыли рыбачьи лодки от Кинешмы до Астрахани. По пути завернули в Самару, встретиться с братом и его женой Клавдией. Из Астрахани возвращались поездом, ехали в купе. Когда в окнах замелькали подмосковные дачи, Артем усадил дочерей на лавку, сам сел напротив и очень серьезно произнес. Если со мной что случится, что бы ни говорили, плохо обо мне не думайте. Пылал и сверкал над омертвевшей степью полдень. Взъерошный перепел сидел в травах, раскрыв клюв. Вот кони начали спотыкаться. И, дойдя до тени, онемевших от зноя ясней, ватага стала на привал. Наспех хлебали жизненького толокна. Пожевали овсяных лепешек и пропахшего лошадином потом вяленого мяса. Нарезанная тонкими ломтями, баранина вярилась под седлами. И, выставив охраняльщика, полегли спать. Степь, травы, марева. Сталась над степью великая тишина, рассекаемая порою только клёкотом орла. Спутанные кони, спасаясь от овода, заходили по уши в воду и, скали зубы, тянули мутноватую влагу. Вольно раскинувшись по примятой траве, на разные лады храпели казаки. Ну вот, жара мало-помалу свалила. На землю легли сквозные лёгкие тени. Засинели, дали, повеяло прохладой. Вот снова тронулись в путь пустынной степью. Путь-дорога, седые ковыли. Ехали, как плыли, слушая тишину и крики ночных птиц. Во всех звёздах горела ночь. Дремавшие в сёдлах гулёбщики Приободрились, пустили коней рысью и загайкали песню. Степь, простор, безлюдья. На курганах посвистывали суслики. В небе маленькие, словно жуки, плавали орлы. Ветер клыхал траву, гнал ковыльную волну. Впереди показались, выгибая щетинистые хребты, на горье. Ныне они голы, а в былое время стояли в крепких лесах. Волга. На луговой стороне в сочной зелени трав сверкали, тронутые лёгкой рябью, густой синевые озёра. Зелёным звоном звенел подсыхающий ковыль. И далеко внизу, как большая весёлая жизнь, бежала Волга. Вечером 28 октября 1937 года Артём Весёлый вернулся с партсобрания домой. А через несколько часов за ним пришли. Пришедших было намного больше, чем полагалось в таких случаях. На часах было 4 часа ночи. Пришедшие бросились к Артёму так, как будто были уверены в том, что он окажет сопротивление. Вывернули у него все карманы. Жену попросили отойти в сторону. Возле Артёма встал солдат с винтовкой. Прощаясь, жена шепнула ему на ухо, что завтра же утром позвонит литературному генералу, попросит у него защиты. Услышав это, Артём отпрянул и железным голосом сказал «Не смей». Это были последние слова, услышанные его близкими, которые пришли в себя только когда услышали, как бухнула дверь внизу в парадном. Уже много лет спустя человек, который сидел в камере вместе с Артёмом, расскажет его близким, что по ночам его часто уводили на допросы, откуда приносили почти бездыханным. Артём ни на секунду не сомневался в том, чем всё это закончится. Не для того нас сюда посадили, чтобы выпускать. Это было, быть не может. Летом, если это было, есть ли Бог в городе задушенных поэтов? Задохнулся даже самый вздох. С вами был Михаил Перепёлкин. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова